Тема круглого стола, экономика производства зерна, как тратить на обработки удобрений меньше, а прибыли получать больше. Вот это моя фотография, сделанная два года назад в Красноярском крае, где мы занимались на площади 7 тысяч гектаров ферровой пшеницы. Стартовая урожайность была у нас 34 центнера с гектара, в районе 18-22. За 5-6 лет работы мы достигли урожайности 108 центнеров с гектара, урожайность поля, и средняя урожайность на поле, вот на тех полях, которые вы здесь видите, от 70 до 90 центнеров с гектара. При том, что генетический потенциал этой пшеницы, которая здесь есть, серовая, заявлен 51-54 центнера. Мы удвоили генетический потенциал пшеницы. Каждый колос весит 3 грамма и более. Базовая модель, на которой мы сейчас сидим, она была завезена в 1964 году. Это американская модель, модель Нормана Барлауга, отца зеленой революции, который в тот данный момент придумал технологию, которая позволила удвоить урожайность из хозяйственных культур. Как любая технология, она имеет свои основные постулаты. И на чем она держится? Первое, лучший сорт или гибрид, много-много минеральных удобрений, хорошая защита с помощью химических средств защиты растений и по возможности полив. Но проблема этой технологии заключается в том, что она очень ресурсная. За все нужно платить. Семена стоят дорого и каждый год дороже. Минеральное удобрение стоит дорого и каждый год дороже. Химия стоит дорого и каждый год дороже. И мы не видим конца и края. Это так называемый диспаритетный рост цен, когда скорость роста цен на затратные для сельского хозяйства ресурсы растет быстрее, чем цена на продукцию, которую мы получаем. За рубежом эту проблему решают. Я этот вопрос задену. И вопрос такой, а у нас ничего не получается. У нас получается то, что в ряде регионов мы два года скатились в отрицательную рентабельность, потому что цена производства тонны пшеницы 9-9,5 тысяч рублей. В некоторых холдингах покрупнее, там затраты больше 10,5-11. А цены упали от 7,5 до 10 в регионах. Я не беру Краснодарский край и районы Ростовской области около портов. Там немножко другая ситуация складывается. А в Волгоградской области с поля отдавали за 5 тысяч рублей тонна. А в Херсонской области вообще там было ниже 5. Только покупай, только плати, потому что у людей не было денег. Значит, нам нужно искать новые модели. И вот новые модели, я буду разбирать опыт внедрения природоподобных технологий в растеневодстве. И вообще разбирать, откуда что берется. В отличие от промышленности в сельском хозяйстве, есть часть ресурсов, за которые платить не надо. На заводе там все понятно. В одни ворота въезжают металл, горючее, деньги. С других ворот выезжают готовые изделия. Все, что происходит с преобразованием вот этого металла и всего прочего, происходит путем приложения рук, энергии. И потом считается, что прибавилось. В сельском хозяйстве есть огромный ресурс, за который мы вообще не платим. Он всегда присутствует. И если мы хотим что-то удешевить, нам нужно научиться работать на бесплатном ресурсе, понять, на чем он стоит. Как можно его использовать, какую часть выражая он может дать. И вот то хозяйство, фотография, которую я показывал вначале, где у меня 90 центеров среднее и 108 вировая пшеница, лучшее поле. Это как раз использование тех идей, которые буду разбирать. Понятно, да? За что мы платим и за что мы не платим? За солнце мы не платим. Есть страны, где в первом минимуме нехватка света. Это отдельная тема, мы не будем разбирать. В России этой темы нет. Вода осадки мы не платим. Мы говорим, что у нас ее не хватает, но у нас настолько, я буду разбирать, плохо мы умеем пользоваться природной водой, она у нас в верхнем слое почвы, она у нас выдувается или стекает по рельефу. То есть мы ее теряем, она у нас неэффективно используется. Например, там, где мы работали в одном хозяйстве, где мы пытались восстановить влагоемкость почвы, у соседей через лесополосу весной было 60 миллиметров влаги на метр, а у него было 200 миллиметров. Мы можем выходить в условиях, это юг Ростовской области, Азовский район, 200 миллиметров мы на них можем начинать сезон озимой пшеницы. Это очень много. Только нам нужно знать, как ее собрать. Природное почвенное плодородие у нас вообще обнуляется, считается, что где-то центнеров 12 без удобрения мы получим. Если нам хотим больше получить, нам говорят, берите минеральное удобрение и сыпьте. И мы от почвенного плодородия ничего не ждем, хотя вот ребята тут с органического сельского хозяйства присутствуют. И они говорят, можно природное почвенное плодородие восстановить до такой степени, чтобы получать средний и средний высокий урожай. За что мы платим? Вода. Воды не хватает, полив давай. Почвенного плодородия не хватает, минеральное удобрение давай. В теплицах света не хватает, подсветка. ГСМ, форно-оплаты труда, налоги. Вот это тяжелая часть, которая съедает, которая ложится на себестоимость. Что нам нужно? Нам нужно, чтобы весной мы вытащили деньги из кармана, положили их на стол или куда-нибудь на кубанку. А осенью мы собрали денег и денег должно быть больше, а не меньше. И не столько, сколько мы положили весной. Поэтому нас интересуют технологии, как все это выстраивается. Что нужно также иметь в виду? У нас одна технология от Коми СССР до Краснодарского края. Весной селитру надо бросить, 100 центнеров уже мало, 200-300 лучше бросить весной на зиму пшеницу. И мы выстраиваем по европейской модели. Европейская модель, она говорит, что у них в первом минимуме питание азот. Потом осадки, свет. Но у нас огромная основная часть зерна выращивается в степной части. И там у нас главный лимитирующий фактор осадки. Мы этот момент почему-то все время теряем. И у нас в том же Казахстане или еще где-то, или еще там сумасшедшие такие, есть такая категория товарищей. Академиков здесь нет. Мы их называем, как это, пожизненные консультанты по сельскому хозяйству. Академика получил, он пожизненный консультант. То есть они говорят, давайте удобрения сыпьте. У них там первый минимум осадки. А они говорят, нет, надо удобрения давать. Меня интересовал опыт Европы, как они идут. Меня познакомили с таким дядькой, зовут его Дир Триве. Он живет к северо-востоку от Гамбурга. Я был у него на поле. Средняя урожайность пшеницы у него 120 центнеров с гектара. И огромная доходность. Он входит в четверку лучших технологов Европы. В четверку. Есть такой Майкл Хорш, если слышали, сиелки такие Майкл Хорш. Майк Хорш про него говорил, что у него есть такой друг, который обладает способностью выращивать суперовский урожай. И Майкл Хорш все технологии через него прогоняет. Опять, когда мы стали с ним говорить, он говорит, знаешь, у меня четверо или пятеро друзей уехали на Украину, в Винницу, взяли там землю, там хорошие черноземы. Это начало Западной Украины. И говорит, пять лет, я им дал технологии, пять лет они концы с концами не сводили. И он говорит, оказывается, он сам дошел до этого, что нельзя просто-напросто переносить технологии с Европы сюда. У нас считается единственным донором технологии является европейское сельское хозяйство. Итак, модель Нормана Барлауга, которая говорит, лучше сорт или гибрид, много минеральных удобрений, хорошая защита с помощью химии, по возможности полив. Какой величины диспаритет на рост цен? Нет у меня слайда здесь, но есть слайд в двух статьях, которые мы опубликовали в журнале «Деловой крестьянин» и в журнале «Актуальная агросистема». Мне попалась такая табличка, сколько стоила солярка в 80-х годах. Она стоила 3,3 копейки за литр. Сейчас солярка стоит 55, не скажу, потому что доходила в сентябре и до 100. И мы посмотрели, что диспаритет рост цен на солярку относительно... А зерно было 14 рублей, 14 копеек за килограмм. И она выросла в 50 раз. Минеральное удобрение, когда началась арахимизация, за килограмм зерна давали 3 килограмма фосфорных удобрений. Сейчас за килограмм зерна сколько там? 150-200 грамм фосфорных удобрений. Но нам дают, как так называемые научно обоснованные агротехнологии, ребята, вот мы все померили, вот берите, используйте. У нас не получается, экономика не бьется никак. Мы в 2017 году попытались предложить модель биологизации в нашем варианте. Она называлась «Система адаптивного биологизированного земледелия», которая стоит на своих четырех китах. Грамотная защита растений химия плюс биология. Это второй момент. Восстановление плодородия почвы через работу с прожневными остатками. Если я вам скажу, вот, например, вы в агрохимслужбу отправляете анализы, или они к вам приезжают, потом какие-то деньги, вы платите какое-то государство, они дают такую книжку большую, потом к вам приходит какой-то там агроном, вы ему эту книжку даете, она изучает, какие у нас почвы. Вот там идет совет. 30-60 тонн навоза на гектар. Когда им говоришь, ребята, этого навоза нету, они говорят, ну мы вам грамотный совет даем, научно обоснованный, а там как хотите, так и живите. И пишут, что вот нужно многолетние травы сеять, люцерну нужно сеять, и все это будет очень здорово, будете выставлять плодородие почвы. То есть есть советы, которые изначально невыполнимые, то есть невозможно использовать. Мы говорим, что единственный источник, доступный для нас, это органические остатки, это солома, и с соломой можно работать. Причем мы сделали по соломе большинство культур, и ваш рис, у вас же любят жечь рис, когда соломы рисовые, когда жгут, у вас тут туман стоит такой приятный. Мы в 2012 году сделали технологию по разложению соломы риса. Было две ВАКовские публикации о том, что технология есть, и так она работает и обследована. Дальше. Дробные некорневые подкормки минеральным удобрениям по фазам развития. Нам дают модели, что почву надо вносить в большие дозы минеральных удобрений, есть какая-то шальная идея, что сколько растения вносят, столько надо вносить. Ее давно никто не проверял, но она давным-давно не бьется, еще в 70-х годах отказались от этой модели вноса-выноса, но сейчас люди, которые отказались, вымерли, остались эти вечно живущие консультанты, они вернулись к моделям, от которых отказались в 70-х годах. Нам дают вот такие цифры. Я потом объясню, почему это не совсем верно. Что можно работать в 3-4 раза меньше минеральных удобрений, лучше работать по листу, потому что КПД по листу в 3 раза выше, чем внесенное в почву. Это всем известно. Это идея распространена, непридуманная сегодня. И потом элементы сберегающего земледелия, ноль, минималка, хорошая минималка и стриптил в сельском хозяйстве. По минималке, почему я говорю, у меня вот это хозяйство в Красноярском крае, когда у меня остается осенью, а там всего 3,5 месяца вегетации, сама пшеница у меня 85-дневная, у меня остается 10 тонн соломы, которую нужно куда-то деть, потому что у них есть поля пшеница по пшенице. Там какой ноль? Если я в условиях Сибири сделаю ноль, у меня земля пронезает на 2 метра, на 2,20, ничего реально не получится. И мы там придумали систему, как эту солому разложить с огромной скоростью, потому что там уборка идет, а там уже снег с дождем может выпасть. Это Сибирь, очень короткий сезон. И мы научились там соломой работать весной. Частью по уборке ранних сортов работаем с осенью, частью микробами работаем весной. Если интересно, потом обязательно остановлюсь. Потом должны быть совершенно разные стратегии для хозяйств, разной стартовой экономикой. Есть хозяйства обычные с банкротным. Вот ко мне обращается банкротное хозяйство, я беру модель, которые у меня отработаны, ему даю, вот тебе модель, делай. Он говорит, слушай, Александр, у меня если 10-15 тысяч соберу на все про все, это хорошо. Ты мне технологию построй под деньги. В Краснодарском крае сколько у вас гектар стоит? 40 тысяч рублей. Так же, да? Ну сколько общие затраты такие? Тысяч 40, правильно? Не меньше. 45. А у меня были хозяйства, у которых 12 тысяч, 15 тысяч. Построй модель. Мы хотим, нам надо выжить, у нас других денег нет. Мы строим по 12 тысяч. Поэтому там совершенно разные модели получаются. Система некорневых, обычные хозяйства. Что рекомендую? Ввести систему некорневых подкормок. Ну и основное внесение НПК может остаться. В банкротных хозяйствах только система некорневых подкормок. По 20 килограмм касса работает. Больше не работает. По технологической колее работает. Мизер работает. Мелкой каплей работает. Второе. Выполнение основных агротехнологических операций в обычных хозяйствах. Нету возможности в банкротном хозяйстве. Пропуск отдельных агротехнологических операций. Например, убрали пшеницу. Заходит дискатор. С микробами ее дискует. Солому. Потом сколько там? Полтора месяца прошло. Деструкция идет активная. Он сеет пшеницу по пшеницу. Он выходит с разбрасывателя минеральных удобрений. Лучше это немецкий, амазоновский. Его легче настроить. И раскидывает пшеницу по поверхности. По зашедшей падалице. По зашедшему сорняку. Дальше идет агрегат типа катроса. У которого два диска. Опорные колеса. Глубина 5 сантиметров. И вот эту разбросанную пшеницу он дискует на 5 сантиметров. Она получается где-то 2-3 сантиметра. И прикатывает это поле. Мы убрали подготовку почвы под посев. Мы убрали сам посев как таковой. Кажется сумасшедшая вещь. У меня там себестоимость 2 рубля. Этой пшеницы. И урожайность от 30 до 50 сейчас. Начинали когда было 3 часа 50. Тамбовская область. Тамбовская область. Три хозяйства. Вы обеспечите разбрасывателем равномерно. Если мы берем хороший разбрасыватель его. Не работаем рюмкой. А работаем хорошим амазоновским. Потом есть что-то делает Белгород. У него какой-то унифицированный такой есть. Там типа барса такая ставится конструкция. Я говорю потому что было хозяйство. Помните вот сумасшествие было там Белый Люпин. Белолюпинчики бегали и говорили Белый Люпин наше все. Там рулил какой-то краснодарский товарищ. Я сейчас фамилию не вспомню. И в конце концов они разорили 600 миллионов долга. И у меня ребята с которыми мы работаем в Воронежской области. Это хозяйство Пчелка в Тамбовской. Они сказали они нам должны деньги. Они поставили конкурсного управляющего. И мы делали по те деньги которые у них были. Мы запускали производство. Не было денег вообще. Вот до 50 дошли вот на этой модели. Потом там 1400 гектаров присоединилось хозяйство. И маленькое фермерское хозяйство. 300 гектаров. Но на 300 гектарах такой рентабельность имеет. Ребята какую не имеете вы здесь. Потому что там затраты минимальные. Можно выстраивать ситуацию банкротства. Модели не там где нужно. Как все по науке написано. А так как нужно исходить из тех возможностей которые есть. Опыт разбрасывания семян был. Опыт заделки был. Опыт работки с пожненными остатками был. Работают год, работают два, работают три. Влагоемкость растет. Почвенное, природное плодородие растет. Урожайность растет. Весной 20 килограммов касса или карбамида зашел, побрызгал. Через две недели еще раз 20 килограммов зашел, побрызгал. Может быть еще 20 зайдет. И потом начало выхода в трубку тоже зашел, побрызгал. Работает только растворами. КПД раствора минимум в три раза выше, чем внесение минеральных удобрений в почву. Или чем мы работаем кассом. Крупные капли, которые стекают с листа, это уже идет через корневое питание. Грамотная защита растений, химия плюс биология. Пожневные остатки, в принципе, я сказал. Подробнее можно разобрать. Воды на гектар. Сколько? Воды на гектар. В Тамбовской области воды побольше. 50 литров. У него бак на Т-150 ростовского производства. Не Ростова-на-Дону, а ростовского производства. Тонный бак, две заправки за день по 50 литров воды. Фрагменты снятых есть, люди живые есть. Хотите, разберем на примере хозяйства какого-нибудь. На разложение салона. Да. Если, например, в условии Ставропольского края, где все высохло, там север Ставропольского края, влаги нет, там литров 200-то надо. Просто вопрос такой. У вас возможность такая есть или год складывается? Как прошлый год, как вот те годы были, когда влага есть на момент уборки, сразу после уборки. И когда вы работаете по теневой влаге, разрыв делаете маленький между уборкой зерна и внесением микробных препаратов, там надо мало. Если вы растянули, вы вовремя не зашли, вы потеряли влагу поверхностную, вам надо, ну, чтобы микробы зацепились, надо все-таки что-то дать. Опять, сельское хозяйство – это не только технология, это еще искусство применения этой технологии. Надо хватать момент. Есть теневая влага. По научно обоснованным советам, технологиям, нужно в течение часа уже зайти, ну, хотя бы три часа, ну, хотя бы сутки. А у нас, если ты зашел через 10 дней, тебе нужно убрать все это, туда идешь, и там уже земля как порох. Там, конечно, воды надо, чтобы микробы прижились. Мы работаем не на триходерме, работаем на сложных композициях. От 15 видов, от 15 штаммов, видов там поменьше где-то, но 15 микробов различных в одном препарате. Потом, грамотная защита растений химии плюс биологии. Что я имею в виду? Есть биометод. Я противник биометода, но я работаю с биологией, объясняю, почему я противник биометода. Биометод был построен на том, что когда в эпоху химизации было много химии, и лишнюю химию тратили, и агрономы тоже имеют такую привычку подстраховаться, много химии тратят. Предлагается биологии заменить химию. Никогда биология не может заменить правильно подобранный химический препарат. Мы работаем на ступеньке так называемый биоконтроль. Когда мы работаем химией с биологией, химия, зачищая территорию, поселяем полезные микроорганизмы, которые могут в баковой смеси смешиваться с химическим препаратом. Есть действующие вещества, которые убивают микробы. Есть действующие вещества, которые никак не влияют на бактериальные препараты. Если работать химия плюс биология, там огромный потенциал роста урожайности. Потом принцип оптимизации затрат. Начинаем мы работать с кем-то. Мне говорят, знаешь, вот у нас есть своя схема, ты еще пришел, говоришь, мы сейчас положим это сюда. Это будет тяжело, это больше денег. Мы говорим, нет, оптимизация затрат заключается в следующем. Мы какие-то статьи уменьшаем, ну, например, те же минеральные удобрения, вносимые в землю, и мы расширяем статью некорневых подкормок. Растворный узел, если мы хотим зарабатывать деньги, он должен быть у нас обязательным. То есть, что с растворными узлами и вообще, что нам хорошо было бы иметь представление? Дело в том, что последние 15-20 лет, ну, вообще с начала нулевых годов, у нас произошла революция в сельском хозяйстве, малозаметная. Когда технологии с овощеводством стали переходить в технологию растеньеводства, полеводства. Полевод, он пользуется рычагами агрономических сроков, то есть вовремя посеять, вовремя убрать, какие-то 2-3 обработки сделать. Вовремя. Самое главное вовремя. Овощевод может многие вещи делать не вовремя, но он вытягивает растения, он знает, как его за уши вытянуть. Когда у нас появились опрыскиватели, когда у нас, у нас же были раньше только львовские опрыскиватели, а потом, когда у нас опрыскиватели стали делать в каждом регионе, появились хорошие импортные, мы можем делать технологию, когда мы урожай вытягиваем за уши. Пусть это так грубовато звучит, но мы его можем вытащить с помощью некорневых подкормок. Как правило, и очень много организаций, которые продаются, продают какие-то НПК-композиции с микроэлементами, какие-то стимуляторы роста, то есть это ожидание некой кремлевской таблетки, которая вытащит часть генетического потенциала, обычно считается до 40%, и вот это будет наша прибавка, и вот вопрос, сколько из этих потенциальных 40% можно вытащить за счет препарата. То есть мы берем только один фактор и пытаемся управлять или куда-то вставить его в виде одного фактора. Это может быть какой-то кремниевый препарат, может быть гуматы, ну что угодно. Причем у большинства из них до 10% они дают реальные прибавки, но уровень прибавки, за который мы платим, за 10%, ну как бы сказать, и цена тоже за эти 10% может быть разная, но если мы понимаем продукционный процесс растений, что если мы, например, стимулируем фотосинтез, нам нужно стимулировать отток продуктов фотосинтеза, нам нужно, чтобы растению хватало и через корневую систему оно выделяло, а там еще какие-то микробы должны быть, и можем их поселить, которые будут питаться за счет выделения растений, стимулировать растения. Также нам нужны питания, чтобы растение росло. Если мы вот этот общий цикл понимаем, как он происходит, и делаем несколько точек захода с помощью разных методов, НПК с микроэлементами, может быть гуматы, может быть где-то биология, там потенциал роста урожайности будет не 10-15%, 20% максимум, от 40 до 90. Управление продукционным процессом растения – это огромный потенциал. Время разбирать нет, просто вот говорю в двух словах. Система адаптивного биологизированного земледелия в различных регионах Российской Федерации в 2017 году мы провели конференцию, просто мы ее актуализировали. За нее есть несколько наград Российской Академии естественных наук. Она построена на том принципе, что мы бы пытались соединить агробиологию с генетикой. Дело в том, что в определенную эпоху, когда шла ломка парадигмы, была модель до середины 60-х годов, в которой шло сельское хозяйство СССР, с начала образования сельского хозяйства, ее сломали на американскую модель. Американская модель оказалась более изящной на тот момент, более продуктивной. Она дала свой результат, но дело в том, что что делала агробиология, все оказалось выброшено. У нас были многолетние травы, была эта система Вильямса. У нас все это потеряно. У нас утрачены оказались огромные пласты того, что можно было использовать по агробиологии. И мы сделали шаг назад, чтобы сделать два шага вперед, мы вытащили в том числе и препараты из той эпохи. И они нам дали интересный эффект. Например, мы делаем 3-граммовый колос на препарате 1946 года. По органическому веществу почвы нас интересует не общий гумус, нас интересует только живая биомасса, которая в почве есть. Источником ее пополнения является масса растительных остатков, седерат, органические удобрения многолетней травы, эксудаты, корневые выделения. Можем увеличить через стимуляцию фотосинтеза масса самой макро- и микробиоты. Нас интересует не просто количество микробов массы, нас интересует очень сложный состав микробиоты, чтобы они имели между собой отношения друг с другом. Мы можем иметь, как у нас в почве обычно дело происходит, у нас разные кланы. В определенные периоды при нарушении, при внедрении химических моделей мы разрушили. У нас плесневые грибы конкурируют с такими-то микроорганизмами, с такими-то микроорганизмами. У нас нет единства, у нас очень быстро идет, очень дорого, быстрая потеря органического вещества идет. За счет того, что клановая система, клановую систему можно уйти от нее и восстановить. Нас интересует, как растения взаимодействуют с микробами, растения должны выделять сахара, а если у нас населитые растения, никакие сахара они не выделяют, это блокируется все, мы должны это понимать. И нам нужно иметь в условиях Краснодарского края хотя бы 30 тонн живой биомассы, а у нас в Краснодарском крае может быть и полторы тонны живой биомассы. А можно иметь 90 тонн живой биомассы. Есть теория питания, теория питания Тейра, теория питания Либиха, теория питания Леновского. Либих – это основная модель, которую мы проходили в вузах, в техникумах. Нам говорят, растения питаются минеральными солями. Ничего подобного. Растения могут питаться и органическими веществами, и минеральными солями, и огромное количество препаратов, где аминокислоты. И они продаются, на рынке они есть. Мы знаем, аминокислоты можно использовать для опрыскивания растений. И сложными препаратами, и фирмы есть, которые выпускают, и белковые препараты. А в учебниках у нас даже об этом ни одного слова нет. У нас получается практика и торговля опережает то, что нам дают. Где мы можем брать, если это бесплатно? Если у нас 30 тонн живой биомассы, мы можем иметь поступление 2 тонны в день. Что такое 2 тонны в день? Вся биомасса обновляется 14 дней в среднем срок жизни живой биомассы. То есть каждый день, если 30 тонн на гектар живой биомассы, 2 тонны в день на гектар у нас поступает вот этого белкового бульона. 90 тонн 6 тонн в день. Если мы имеем 3 тонны на живой биомассы, 200 килограмм в день. 200 килограмм в день, гектар ни о чем. Если мы имеем хотя бы 32 тонны в день, уже на это можно что-то получать. И вывод, нужно выращивать почву, поскольку в первом-втором варианте удобрения не нужны. Метод Эрика Бибера-Тамашовой. Один из способов восстановления почвы, когда многовидовые седираты сеются. Буду просто пробегусь. Многовидовые сеют в осень. Девушка такая толковая, она эту тему двигает. Она работала в Симферополе сейчас, она живет в Воронеже. И она и выступает, обычно у наутильщиков. Можем восстановить почву, если сеем седираты в зиму, которые потом вымерзнут. Самое главное, чтобы корни растений были до самых морозов. И оттуда шел сахар из растений, который идет через фотосинтез. По болезням. По степени деградации почвы накапливаются определенные плесневые грибы. Можно определить, где мы находимся. Есть анализы, которые делает Институт фитопатологии, с которым мы работаем. Вот это новые инфекции, которые пошли после 2013 года. Фузариум анилеформ, который у вас гуляет, в Красноярском крае гуляет. Нужно правильно подбирать протравители. Он проявляет себя в конце развития пшеницы, когда флаговый лист сворачивается вот в такую иголочку. Видели? И у нас она появилась, эта иголочка. И тогда у нас получается недобор. Просто закрывается гриб, развивается в основании стеблей и закрывает поступление влаги наверх. Три действующих вещества его берут. Протиоконазол, карбиндозим и теофанатметил. Время нет. Теперь по минеральному питанию. Чем отличается плодородие и агрохимический потенциал урожайности? Прекрасная таблица. Нет прямой зависимости от урожайности, от количества минеральных удобрений. Самая страна, которая не экономит, это Китай. На 576 кг ДВ, это полторы тонны химических удобрений, получает 59 сантиметров. Если мы хотим сэкономить, мы должны не количеством брать, а эффективностью брать. Способы внесения. Вредок. При разбрасывании под заделку 4-5 кг зерна от одного центера. Вредок при посеве 10 кг при внесении. 15-20 кг при некорневых подкормках. В принципе, можно на некорневых подкормках довести намного больше. То есть, одно и то же действующее вещество, совершенно другое влияние на урожай. ФАО, ООН, данные. 33% эффективность использования азотных удобрений путем разбрасывания. По фосфору на удобрения в пределах 10% у нас. Беларусь оставила задачи, и у них, например, задача, чтобы получить на пятилетку 10-12 кг от одного кг МПК. У нас этих цифр нет. Поэтому, нужно сказать, минеральное удобрение – основа для получения урожая или вспомогательное средство. Я рассматриваю как вспомогательное средство. И говорю, что минеральное удобрение – это то, что разрушает плодородие почвы, но то, что повышает у нас урожайность из хозяйственных культур. Теперь, через что можем кормить? Дело в том, что через лист или через корень. Первичное питание растений – вся поверхность. Растения вышли из водной среды, они питаются всей поверхностью. Растения на земле питаются через корневую систему, но способность питаться через лист у них сохранилась. На этом можем очень хорошо выстраиваться. И очень интересная вещь, которая в Калининграде используется. Там кислые почвы, там нужно известковать. Известкование очень дорого, чаще недоступно. Они работают по листу от 7 до 11 подкормок и получают от 50 до 70 центнеров урожайности. Без внесения удобрений в почву. Потому что если они будут почву при 4,5 по аж вносить, эффективность использования минеральных удобрений крайне низкая. Они нашли вот этот момент. По пчелке я немножко сказал, где они работают по листу и на этих дутых шинах по 20 килограммов. И точки входа, когда надо работать. Точки входа, посмотрите. Когда мы вносим удобрения, основное внесение удобрений мы даем сразу много. А урожайность, ну нам же не нужна толстая солома, ради толстой соломы. Нам нужен длинный колос, хорошо озерненный, масса тысячи семян. У пшеницы в каждую фазу, этих фаз несколько, формируются отдельные элементы. Если мы совместим их с подкормками, и фаза где-то 7-10 дней, будем работать, мы будем делать 3-граммовый колос. Вообще у нас стратегия при нехватке влаги сделать 3-граммовый колос легче, чем получить большой урожай на одногромом колосе. Потому что когда не хватает влаги, мы можем получить 6-7 миллионов. Влаги не хватает, у нас идет сбрасывание, абортирование. То есть у нас, как бы сказать, к уборке 400 колосев стоит. 400 колосев с одним граммом, это будет 40 центнеров с гектара. А 400 колосев с 2-граммовым колосом у нас будет 80 центнеров. А сделать, увеличить озерненность колоса очень легко. Потом управление фотосинтезом. Мы можем его управлять расширением листовой пластинки. Есть препараты, которые позволяют это сделать. Мы можем делать длину колоса. Это фосфорное удобрение при протравлении семян, килограмма на калий фосфата на тонну семян. Дает нам длинный колос. И вот эта озерненность, вы видите, до 7 зерен в колоске, в среднем 6 можно иметь. Это фаза до выхода колоса, когда он проходит последний сегмент трубки. Мы берем препарат 46-го года и останавливаем абортирование. Есть шкала концентрации, по которой можно работать по листу. Мы работаем мелкой каплей, работаем разбавлением. Кассы, пожалуйста. Карбамид лучше. Не работайте с алаватовским карбамидом, очень много биурета. Можно пожечь. Мы жгли. Сюда приходит карбамид из Башкирии, негодный для работы. Если кому интересно, какие эти. Если проблема с карбамидом в качестве сульфат магния. Сульфат магния 30 рублей килограмм стоит. 5 рублей 5 килограммов купите, 6 килограммов на сезон хватит вам. Совершенно другая ситуация будет. Электрические витамины для растений. У нас есть препарат. Литр препарата в раствор удобрений меняет редокс потенциал. Где-то в среднем минус 250 милливольт. Стимик стандарт. У нас этот препарат есть. У нас растения растут с совершенно другой скоростью. По влагоемкости. Да, по нитратному азоту. По влагоемкости самый лучший способ работы с пожарными остатками. По нитратному азоту. Какая проблема с нитратным азотом. Что не так у нас по нитратному азоту. Действие селитра на азотный процесс. Кандидатская диссертация Рошенко. Особенность фотосинтетической деятельности сортов азимой пшеницы. Когда нитратное питание есть, растение хватает азота и держит в самом себе. Пока его медленно будут переваривать. Нитратный азот стимулирует фермент инвертаза. Идет расщепление сахарозы. Сахароза стекает с растения легко. В одном стакане воды можно 2 стакана сахара растворить. Глюкозу можно в одном стакане воды 100 грамм глюкозы растворить. Мед жидкий. Когда стоит фермент инвертаза, который пчелки добавляют, работает. Он садится, кристаллизуется. В растении идет кристаллизация. При нитратной форме питания может идти забивание сосудов, через которые проходит сахар. И проблема. Как уменьшить накопление нитратного азота? Фосфор в виде некорневых подкормок. 2 микроэлемента молебдены в анаде по листу. Кормить карбамидом, не содержащий нитратный азот. Редекс потенциал мы запускаем. Стимик стандарт. И использование ингибитор фермента инвертаза синенький. У нас есть такой препарат. И космическая пыль мы сделали микроэлементный препарат, который быстро дает нам переварить нитратный азот. Есть технология формирования трёхграммового колоса. Называю технологию конструирования колоса. И мы применяем препарат агростимилин, автором которого была Фаня Григорьевна Гельцера из Тимиревской академии в 1946 году. Так он выглядит. У нас есть такой и есть концентрат. Он увеличивает количество микроорганизмов. А самое главное, он останавливает абортирование колоса. Потому что количество зёрен в колосе определяется не сколько прибавится, а сколько может убавиться в определённый момент. Потому что в одном колоске у нас может быть 3-4 выходить зёрнышка. Но потенциально от 9 до 12 зёрнышков. И если мы в эту фазу растения убедим, что не нужно абортировать, сбрасывать, у нас получится 72-80 зёрен. Это вот это то, что это Красноярский край. И мы получили очень легко 2-граммовый колос. Немножко потяжелее 3-граммовый колос. Вы можете иметь 44 миллиона растений на гектар. И может иметь 80 центнеров легко. Понимаете? А 400 колосев на квадратном метре это очень легко получить.